Вы знаете, Международный валютный фонд очень последовательен в своих требованиях к Украине. И вот когда говорят, что мы не будем что-то соблюдать, тогда у меня возникают вопросы. Зачем мы уничтожаем поддестовку МВФ целой отрасли, чтобы потом какой-то пункт не выполнить и закончить на этом? Я хочу поздравить нас с выполнением предыдущих пунктов. Мы приняли решение вывозить свой лес. В Европе его зато срубить дерево 10 тысяч, а мы будем свои Карпаты вывозить для того, чтобы там европейцам нормально дышалось. Это потрясающая проукраинская позиция. Второе. Давайте поднимем нам пенсионный возраст. Но мы забываем, что продолжительность жизни в Украине, самая маленькая в Европе, это значит, что Украинец должен пожизненно пахать. Пожизненно. Это тоже невозможно. И третье. Что значит продажа земли украинской? Вы что, подурели там совсем? Они хотят... Смотрите, они теперь хотят, чтобы продавалась земля. Потому что сначала народ давил и до зубожиня, да полностью у людей денег нету. Не за что купить. Кто купит эту землю сегодня? Простой украинец? Нет. Его купят совсем другие люди. Нам сейчас будут рассказывать, что это не так, что землю будут продавать аккуратно, по кусочкам, понемножку. Я могу сказать вам одно. Ирландия избавилась от МВФ и стала процветающей экономикой. Греция отправила МВФ и стала нормально работать. День, когда МВФ уйдет с Украины, будет днем освобождения Украины. Самое лучшее для Украины сегодня, чтобы МВФ ушло в сторону. И вот это будет замечательно. Нельзя делать то, что они сказали. Просто нельзя. Мы к этому не готовы ни морально, ни физически, никак. Да, я вижу реакцию Алексея Гончаренко. Он не согласен, судя по всему. Алексей? В Украине действует запрет на экспорт леса Кругляка. Я не знаю, о чем говорит господин Рабинович. И если вы об этом не знаете, то хочу вам сообщить, что действует запрет на экспорт леса Кругляка. Никто его не отменял. Он на сегодняшний день действует. Поэтому надо быть более внимательным. Вы смеетесь. Каждый день показывают патриоты, как рубят и вывозят десятки вагонов леса. Показывают с дронов вам вырубленные куски Карпата. Вы рассказываете, что ничего не рубят. Я говорю вам о том, что у нас есть запрет на вывоз древесины, как сырья. Я говорю вам о том, что только во всем мире существует деревообрабатывающая промышленность. Давайте скажем, что ее нет нигде в мире. Она есть везде. Вот о чем я вам говорю. Я говорю о том, что когда вы что-то говорите людям, вы, пожалуйста, говорите людям правду, а не придумывайте какие-то истории лично от себя. Алексей, можно ли я вмешать? Это анекдот от Рабиновича. Я понимаю, это интересно. Нет, 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 это не анекдот от Рабиновича. Я вам сейчас анекдот от Жан-Клода Юнкера расскажу. Очень смешной. Юнкер сказал, что в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе президент Порошенко якобы соглашался инициировать отмену моратория на экспорт необработанной древесины. Можем говорить о лесе Кругляке. Потом мы помним шум, который поднялся в соцсетях. Вообще украинская общественность очень живо реагировала. В наших эфирах это тоже было видно. И, соответственно, запрет никто не снял. Ну, пока не намеревается снимать. Вот я думаю, что об этом как раз и разговор. Вадим Зеленович, ну просто даем вам завершить сейчас. Спасибо большое. Я еще раз хочу вам сказать, что вот эти все разговоры, что не сразу вырубим, не сразу продадим, это все действительно вранье. А на самом деле вырубают и возят лес. Дали полное добро на вырубку всего этого, вывоз этого. И я считаю, что если наши друзья Европа, ну объясните, не может друг просить тебя разрушить твой дом. Не может друг, который пришел к тебе сказать, ребятам повысить возраст, послевоенные не помогают ничего. Поэтому, знаете, нам еще раз, нам не нужна ни Россия, ни Европа, нам нужна проукраинская позиция, направленная на то, чтобы люди лучше жили. Вот и все. А скажите мне, господин Вадим, у меня к вам вопрос. А вы зачем встречались с госпожой Липен? Вот я видел вашу встречу с госпожой Липен, после этого читаю заявление Липен, что Крым российский. Вы говорите, нам нужна проукраинская позиция. Это вы проукраинскую позицию искали с Липен? Можно объяснить вам, да? Я в отличие от дебилов, которые сегодня управляют МИДом, послушайте, вы ответ хотели получить. В отличие от дебилов, которые уже в Америке показали, как ставить на Клинтона, а потом стараться спасти страну, я разговариваю со всеми европейскими политиками, со всеми, повторяю, которые могут в ближайшее время стать президентами крупнейших стран. И что я разговаривал с Мари Липеном, и хочу вам сказать страшную вещь. Она от меня вообще узнала подробности того, что происходит, и она сказала, что за все два с половиной года ни один сотрудник украинского посольства, ни один сотрудник МИД с ней не разговаривал, пытаясь объяснить ситуацию. Вот ваш дебилизм во внешней политике. Так чего ж после разговора с вами, я думал, у нее глаза откроются? Чего же она сказала, что Крым российский? Вы с ней не обсуждали, случайно, Крым? Наверное, она вас еще увидела. Наверное, она вас увидела. Так у меня к вам совет, Вадим Зинович. Встретитесь еще обязательно с Жириновским, с Путиным. Они тоже, наверное, просто не все знают об Украине. Вы им откройте же глаза чуть-чуть. А то без вас оно же как-то не получится, по-моему. У вас большая связь с Путиным и со всеми этими товарищами, чем у меня. Я никогда не был ни в регионах, ни у Путина, нигде. Я понятно вам объясняю? Я самый неудачный для вас объект в этом плане. Почему? У вас связь с регионами такая близкая, как у меня не было никогда. А почему еще раз у меня к вам вопрос? Вы встречаетесь с госпожой Липен. Аргументируете это тем, что нужно встречаться со всеми. Госпожа Липен говорит, Крым российский. О чем встречаться с ней украинскому политику? Я вам предлагаю тогда дальше, чтобы вы открыли глаза. Еще есть такие люди. Есть Путин, есть Зюганов, есть Жириновский. Откройте им глаза на то, что происходит в Украине. Подлитьте от вас, ни американскому, ни французскому народу. Мы не можем навязать президента. И разговаривать надо с теми, кого выбирают в народе этих стран, а не кого вы придумали. Они в ответе от вас... Так у меня вопрос. Вы обсуждали Крым, Липен? Вы обсуждали Крым, Липен? Вопрос. Сейчас вас не перекрашиваются в разный цвет. Вопрос к вам. Вы Крым, Липен обсуждали? Вы Крым обсуждали, Липен? Я первый человек, наверное, который ей объяснил, что происходит. И что она вам ответила? Я объясняю, что я ее не убедил. Она хотела бы поработать с посольскими товарищами. Я сказал МИДу о том, что она в жизни их не видела. Вот вы теперь поднимите зад свой вместе с вашим МИДом. Поедите к ней и объясните что-нибудь. Все, друзья, мы не так разговаривали так. Так вот, извините, я просто хочу вам сказать, что я свой зад поднял давно, и как сопредседатель группы дружбы с Францией, украинской парламентской, общаюсь с каждым французским парламентарем, который вообще хочет хоть что-то услышать об Украине. И всем прекрасно очевидно, и всему миру известно, что Липен получает деньги, это факт, ее партия получает деньги от России, это факт, который признан самой Францией. И можно делать сколько угодно вид, что это об этом мы не знаем, что мы этого не понимаем, но это абсолютный факт. И после этого для украинского политика, когда Липен заявлял о том, что Крым российский, она и никем не избрана на сегодняшний день президентом, ехать к ней, улыбаться с ней и рассказывать, какая великая встреча, какой прорыв, рассказать что-то Липен о том, что происходит в Украине, вы извините, это просто издевательство. Вот и все. Вадим Зинович, вы с нами еще на связи? Да я смотрю, как бредит этот человек, это, слушайте, мне так смешно, вы знаете, вот так они строят политику. Еще раз повторяю, наша украинская Клинтон, Трамп нам не нужен, погубили все. Два осталось, дорогой, два осталось кандидата в президенты. Фион и Липен. Но я для вас могу рассказать, что вы знали. А с Фионом вы встречались? У Фиона, теперь они, мы закрыли въезд в Украину. А с Фионом вы встречались? И теперь закрыли Липен. И теперь обоим, обоим, повторяю, группам кандидатов в президенты мы закрываем. Вместо того... Ничего Фиона мы не закрыли. Зачем вы говорите ерунду, Вадим? Вы живете в параллельной реальности. А завтра мы получим нового французского президента, который с вами даже опять за стол не тядец. Сообщите, пожалуйста, когда Фиона запрещен въезд в Украину. Сообщите сейчас. Не Фиона, я говорю, Марьяни Тириани, его первый помощник, которому закрыть въезд в Украину. Так, а уже не Фиона, а уже Тири Марьяни. Только вы неправильно, не Мари Тириани. Вадим, вы как специалисту во французской политике сообщали, что его зовут не Мари Тириани, а Тири Марьяни. Это все должно сказать, что вас зовут не Вадим Рабинович, а Рабий Вадинович. Понимаете? Поэтому я вижу, что вы действительно глубокие специалисты во французской политике. И без вашей помощи украинские отношения с Францией точно рухнут. Теперь я это вижу и очень четко понимаю. С кандидатом президента вас на порог там не пускают. Вы это понимаете? Меня на порог там не пускают, только я встречаюсь с главой Сената Франции, который, слава богу, имеет позицию, это третья позиция официальная во Франции. И человека, которого действительно надо убеждать. А вы встречаетесь с людьми, которые говорят, что Крым российский, и улыбаетесь и знаете им руку. Да, и потом говорите, Мари Тириани. Ну вот на этом мы поставим точку в этих дебатах. В неравных условиях находятся оппоненты, поскольку Вадим Зинович с нами по телефону, они в студии. Давайте продолжим дебаты правильных. Вадим Зинович, спасибо за то, что присоединились. Вадим Рабинович был с нами на связи. У правительства нет никаких обязательств перед МВФ относительно повышения пенсионного возраста в Украине. И этот пункт в меморандуме отсутствует. Об этом в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Мы не поддерживаем вопроса повышения пенсионного возраста. И уряд не будет вносить до Верховной Рады Украины никаких законопроектов, что предлагают повышение пенсионного возраста. Через то, что если кто-то думает, что пенсионная реформа – это просто поднять возраста или страховый стаж, або покопаться в условиях призначения пенсии, то это большая ошибка. Ну а начнем обсуждать эту тему с народным депутатом Вадимом Рабиновичем. Он с нами на связи. Вадим Синович, добрый вечер. Добрый вечер. Как можете прокомментировать требования МВФ по поводу повышения пенсионного возраста? Действительно ли этот пункт может появиться в обновленном меморандуме? И если появится, то как на него реагировать? Что делать? Вы знаете, Международный валютный фонд очень последовательен в своих требованиях к Украине. И вот когда говорят, что мы не будем что-то соблюдать, тогда у меня возникают вопросы. Зачем мы уничтожаем подвестовку МВФ целой отрасли, чтобы потом какой-то пункт не выполнить и закончить на этом? Я хочу поздравить нас с выполнением предыдущих пунктов. Мы приняли решение вывозить свой лес. В Европе его зато срубить дерево 10 тысяч, а мы будем свои Карпаты вывозить для того, чтобы там европейцам нормально дышалось. Это потрясающая проукраинская позиция. Второе. Давайте поднимем нам пенсионный возраст. Но мы забываем, что продолжительность жизни в Украине, самая маленькая в Европе, это значит, что Украинец должен пожизненно пахать. Пожизненно. Это тоже невозможно. И третье. Что значит продажа земли украинской? Вы что, подурели там совсем? Они хотят, смотрите, они теперь хотят, чтобы продавалась земля. Потому что сначала народ довел и до жубожиня, да полностью людей денег нету. Не за что купить. Кто купит эту землю сегодня? Простой украинец? Нет. Его купят совсем другие люди. Нам сейчас будут рассказывать, что это не так, что землю будут продавать аккуратно, по кусочкам, понемножку. Я могу сказать вам одно. Ирландия избавилась от МВФ и стала процветающей экономикой. Греция отправила МВФ и стала нормально работать. День, когда МВФ уйдет с Украины, будет днем освобождения Украины. Самое лучшее для Украины сегодня, чтобы МВФ ушло в сторону. И вот это будет замечательно. Нельзя делать то, что они сказали. Просто нельзя. Мы к этому не готовы ни морально, ни физически, никак.